Ты сегодня пела? Нет, я не могла. Вообще, я не могла из-за боли? Да. Давай помочь им, разбудим резонаторы. Ну, раз совсем не пела, раз болит у ребенка бок, надо же разбудить их. Давай, иди сюда. Так, вставай, чтобы ты не в ухо пела, Александр Ильич, чуть-чуть. Давайте прям от до. 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 Молодец. Молодец. Вниз. Нижний хорошо. Молодец. 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 Уking. Молодец. 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 Поехали. Молодец. Здесь есть опасность, что будет буква Х, хотя она хороша, я всегда говорю, можно ее на первых порах даже добавлять, петь не И чистую, а Хи, чтобы верхние нотки лучше, легче было взять, ничего, ничего, еще разочек пробежались, еще разок пошли, и, пошли, и, нет, за вами еще не перешел, пошли по одной, и, 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 что там, там уже голова, пошли, пошел, ну-ка, с пользой, и, ага, теперь в темпе, и, вот и хорошо, и, молодец, что, смотри, первая грудная нодочка, ну и что, посмотри, нет, гуляет чуть-чуть, а это все от опоры, Ну так и что? Мы же мучаемся. У тебя хорошая грудная. Я тоже иногда, ты же слышишь? Вторая после ветки. Ты сейчас на пол дона еще поднялась. И я иногда, если я плохо поработала, тоже могу где-то на какую-то частичку нечистую спеть. От фа. Пошли, побежали. Молодец. Вниз. Сверни, сверни. Успевай. Окрашивай. Молодец. И вниз. Молодец. Молодец. Ну чистенько, правда, Александр Ильич? А как хорошо спел? Ну были, ну что? Ну и что? Илья тоже иногда бывает там где-то прогулялась не туда. Разбудила диафрагу? Да. Ты чувствуешь, как она сразу же просыпается? Хорошо сразу. Хорошо. А если это упражнение сделать, чтобы ты дома работала, у тебя же есть дома инструмент. Если это же упражнение, мы спели сначала две, потом спели по одной, но мы сменили темп. Темп, в смысле мы сменили, как это сказать, если она еще, темпоритм или как мы сменили? Мы перестали, мы без паузы стали петь. Мы просто, мы убрали паузу. А представь себе, если ты даешь себе задание на то, чтобы это упражнение сделать три, четыре. То есть здесь нагрузка еще какая, да, на распределение звука выдоха? Просто одну сейчас спой. Три подряд. Это на речи. Одной. Да, совершенно верно. То есть у тебя три, у тебя четыре, ты сама себе даешь нагрузку. Что при этом сейчас скажи мне? Помимо того, что ты очень коротко берешь дыхание, очень хорошо работаешь, согласно со своим дыханием, все, у тебя диафрагма. Что еще в этом упражнении необходимо для того, чтобы спеть чисто? Обратила ли ты внимание? Что еще без этого просто никак? Вот просто никак. Ну, опору держишь. Опору, да? Какая? Это все да. Я сказала, это все у тебя четко все. Я не знаю, но в голове держать. А что еще? А что еще? Я сейчас еще раз сыграть. Пойдем на меня, смотри. Пошли. Ну, конечно же, артикуляция. Артикуляция, ты играешь, у тебя где-то улыбка, где-то у тебя удивление. Когда мы удивляемся, когда идет удивление, у тебя сразу же возникает ощущение, там зевка. Понимаешь, сразу. Он тут, да, да, и чем больше человек удивляется, мы вообще уже скоро ничему не будем удивляться, поэтому мы, я говорю, почему я не могу никак спеть? Я говорю, вы удивляться перестали, вы детьми перестали быть, вы не играете, вы все, вы встали уже, все, вы выросли, у вас все методично, у вас все вот так. И все, и все, и на этом все заканчивается. Поняла? Все, артикуляция совершенно верно. Поем песню. Давай стучку беру.